Напомним, по словам магаданцев, когда-то коммуникации на улице Широкой проложили до 19 дома. Остальным по сей день приходится носить воду в ведрах. Конечно, организовали подвоз, но этого недостаточно. Особенно зимой, когда дорогу переметает, машина не может добраться до домов и выживай как хочешь. О том, что деньги для решения этой проблемы постараются найти, в прошлом году говорил мэр. Посмотрим, может быть, действительно по максимуму доведем за счет средств муниципального бюджета, а дальше, действительно, начинаются уже внутринобовые сети, люди должны разбросать себе воду по домам самостоятельно, это их частная собственность. Знаем этот вопрос, по широкой смотрим, чтобы, по крайней мере, вот этот трафик с ведром его сократить до минимума. Приступить к воплощению обещаний в жизнь нужно как можно скорее. Об этом говорят все герои нашего прошлого сюжета. Конечно, они понимают, что трубы невозможно провести в дома, да и не нужно. Здания старые, таких преобразований многие из них попросту не выдержат. А вот колонка неподалеку существенно облегчит жизнь. По словам Надежды Кулик, все надеялись, что работы начнут еще прошлым летом, но этого не произошло. Поэтому пришлось набраться терпения и ждать нового сезона. Ну вот сейчас вот уже снег растаял, уже, наверное, можно какими-то работами заняться. Хотя нам пообещали, что с мая месяца пришло официально, письма нам пришли, что с мая месяца будут заниматься. Но мая уже середина, уже вторая пошла, это мая. Ну не знаем, когда все это будет. Вот. Мы как бы тоже хотим жить по-человечески. Вот. И если в этом году ничего не будет, ну тогда мы руководство наше приглашаем сюда, к нам зимой, погулять с нами, подождать водичку в минус 16-18 градусов. Вот. А как еще достучаться, мы не знаем. У нас таких денег нет на оплату вот этого всего строительства. Ну вот, как-то так. И, естественно, хотелось бы, чтобы нам помогли мэрия и губернатор. Мы продолжим следить за этой темой. В одном из выпусков новостей обязательно расскажем, решат ли вопрос в этом году. Олеся Хитагурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.